Добрый день! Мы находимся в рабочем пространстве мониторингового центра Русхолс. Сегодня мы покажем, как работает мониторинговый центр, посмотрим путь заявки от начала поступления заявки до ее решения. Покажем, как мониторинговый центр помогает сокращать расходы на обслуживание кофемашины и помогает сокращать время простоя кофемашины. Здесь мы видим объекты, подключенные к удаленному мониторингу. Здесь их порядка четырех тысяч объектов и на этих объектах установлено порядка семи с половиной тысяч единиц оборудования, которые включены в систему удаленного мониторинга. Основную задачу, которую решает мониторинговый центр, является сокращение операционных и технологических простоев. Еще одна задача – это централизованное управление загрузкой рецептных групп и контроль качества приготовляемых напитков. Итак, как заявка попадает в мониторинговый центр? Есть три варианта создания заявки. Первый вариант – клиент может оставить заявку по телефону горячей линии в наш колл-центр. Также заявка может быть отправлена письмом в электронной почте. И вариант, когда кофемашина сама создает критическую ошибку и оператор делает звонок на объект, где установлено оборудование. Каждый из этих квадратиков – это объект, на котором установлено оборудование. Здесь очень много. Можем зайти на объект и здесь увидеть такое оборудование, как холодильник для продуктов, большая морозильная камера, большая холодильная камера, витрина для соленой выпечки, витрина для сладкой выпечки, витрина для напитков, витрина с молочными напитками, холодильник для сэндвичей, а также кофемашина и холодильник для кофемашины. Данное оборудование у нас находится на связи. Мы можем зайти на это оборудование, проверить его параметры и получить доступ к двухстороннему управлению. Зайдя на кофемашину, мы можем видеть ее параметры, а именно температуру водяного бойлера 97 градусов, температуру парового бойлера 127, а также температуру молока в молочном контейнере 5 градусов. Здесь мы видим экран кофемашины. Мы можем зайти в сервисное меню и получить доступ к настройкам кофемашины. Здесь мы видим список критических ошибок. Ошибки у нас делятся на два типа, это операционные и технологические. Операционные ошибки это связанные с ошибками персонала, это не засыпанный кофе, это не залитое молоко, либо не очистили контейнер для гущи. И технологические, которые уже связаны с поломкой кофемашины и требуют выезда в сервисную механику. И с теми и с ошибками работает оператор, пытается их решить удаленно и, если не получается, уже передает на сервисную службу. На этом экране мы видим заявки, которые клиенты оставили через пол-центр и эти заявки будут обработаны операторами в ближайшее время. Например, заявка 448651, кофемашина не наливает молоко. Оператор мониторингового центра видит эту заявку, берет ее в работу, связывается с объектом, уточняет, какие напитки не доливаются, используя удаленное управление экраном заходит на кофемашину и далее работает с настройками рецептов. Разберем самые распространенные заявки, которые попадают в мониторинговый центр. Заявка 448651, кофемашина не наливает молоко. Оператор видит эту заявку, берет ее в работу, видит контакты заявителя, контактный номер, адрес объекта. Далее оператор подключается к кофемашине и пытается решить проблему удаленно. Так, смотрите, мониторируйте на русского тролга. Звоню по вашей коде на зарядке, не доливает молоко. Я сейчас подключаюсь к вашу кофемашину, вижу, что кофемашина не промывалась. Запустите сейчас промытку молочной системы. Также замените форсунку оранжевого цвета. Так, вижу, что ваш кофемашина промылась, корсунку. Я сейчас подключаюсь к вашу кофемашину в рецепту. Вижу, что все рецепты у вас соответствуют технологической варке. Ну и вакунику у нас соответствуют. Пена в норме. Сейчас мы делаем системный разгон. После этого мы с вами регистрируем на пену. Кофемашина ваша перезапускается. После того, как ваш кофемашина включается, мы с вами делаем тест на пену. Сейчас у вас кофемашина включилась. Размейте, пожалуйста, стакан, пролейте капучино. Не разберите, как это было. Очень хорошо. Я перепровелся полностью. Все, спасибо. Стоять, мы закрываем свою кофемашину. До 40 процентов заявок удается решить удаленно. В случае, если оператор понимает, что проблема техническая, заявка передается на сервисную службу и назначается на сервисного механика. Это могут быть такие заявки, как декальцинация, техническое обслуживание и другие технические заявки. Всем объектам, которые подключены в системе удаленного мониторинга, доступные группы отчетов. Такие как отчет по накидкам, отчет по промывкам, отчет по простоям и отчет сравнения пробегок по кассе накидков и фактически пролиток на кофемашине. Посмотрим на примере отчета по промывкам. Мы видим объекты, которые в пользу клиента и справа график промывок. Красные квадратики у нас отсутствуют, соответственно промывка происходила по графику, утвержденному для данного. Данные наборы отчетов доступны как тестовной версии, так и в мобильном приложении БМС. После того, как заявка была передана из мониторингового центра, заявка поступает в диспетчерский центр сервисной службы Росхолдс. После чего заявка назначается на сервисного механика. Сервисный механик получает уведомление о приложении БМС, видит заявку, ее номер, причину и приступает к выполнению данной заявки. Специалист сервисной службы отслеживают передвижение механиков на карте и в зависимости от загрузки назначают на них заявку. Основной задачей мониторингового центра является повышение прибыли вашего предприятия за счет сокращения затрат на сервисное обслуживание и ремонты, а также за счет сокращения простоев оборудования.